К новостям марки Дачи нам отныне придется относиться крайне внимательно. А все потому, что российской Ладе и румынской Дачи предстоит фактическое объединение. Таковы последние вводные от боссов группы Рено. Напомним, что наши машины технически теперь будут полностью повторять румынские. Так, до 2025 года Автоваз полностью перейдет на модульную платформу CMFB, а количество доступных моделей и типов кузова сократится на треть. По этой причине мы обратим самый пристальный взгляд на свежий концепт Дачи Бикстер. Это кроссовер размером крупнее Дастера, по формату напоминающий Toyota RAV4. Не исключено, что новинка даже будет семиместной. Учитывая присутствие Дастера логановской архитектуры, можно сделать логичное предположение. Товарная версия Бикстера окажется машиной крепкой и недорогой. Другие же подробности нам предстоит узнать несколько позже. Впрочем, время есть, премьера модели состоится только через 4 года. Пока же публики не предъявили ни изображений салона, ни технических нюансов. Между тем, Дачи Бикстер вполне может предстать и с шильдиком Лада. А точнее, под суббрендом Нива, который сейчас начинает постепенно отделяться от материнской марки. Как официально заявил АвтоВАЗ, совсем новая Нива будет иметь две версии. С компактной и удлиненной колесной базой. И есть вероятность, что будущая Дача как раз послужит заготовкой под длиннобазное исполнение. К слову, анонсируя третье поколение легендарной модели, группа Рено опубликовала занятный видеотизер, замешанный на архивных кадрах и пейзажных зарисовках. В финале ролика нам показали первый скетч Нивы 3. И он оказался революционным. На передке машины не нашлось места эмблеми Лады. Зато на решетке радиатора появилась крупная надпись Нива. Кроме того, в образе новинки нет ни единого намека на фирменные иксы от Стива Маттина. Это значит, что шоу-кар Лада 4х4 Вижн, показанный на московском автосалоне 2018 года, навсегда останется концептом, не получив серийного воплощения. А жаль, машина вышла неординарной и узнаваемой. По слухам, Маттиновский дизайн зарубил лично глава Рено Лука де Мео. Но от Стива, как настоящий творец, не стерпел такого обращения, гордо покинув компанию. И эта версия похожа на правду.